Делегации Саудовской Аравии в рамках визита в Узбекистан подписали соглашение по проектам в области химии, энергетики, сельского хозяйства, фармацевтики, телекоммуникации и развития инфраструктуры. Общая стоимость проектов оценивается в 12 миллиардов долларов. Также сегодня президент Шавкат Мирзиев и министр инвестиций Королевства Халид Аль-Фалих участвовали в церемонии запуска двух больших совместных проектов по возобновляемым источникам энергии. Об этом подробнее расскажет наш корреспондент в Узбекистане Борчиной Мусалям Кызы. Борчиной, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиев принял делегацию Саудовской Аравии во главе с министром инвестиций Королевства Халидом Аль-Фалихом. Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-саудовского многопланового сотрудничества, в том числе практической реализации договоренности на высшем уровне. Мирзиев и Халид Аль-Фалих подчеркнули, что растут показатели взаимной торговли и объемы саудовских прямых инвестиций в экономику Узбекистана, прежде всего в сферу зеленой энергетики, также увеличиваются частоты прямых авиарейсов. Также на встрече было отмечено, что при поддержке Саудовского фонда развития осуществляется ряд социально значимых проектов в области здравоохранения, образования, водоснабжения и в других направлениях. Также создается совместный фонд расширения экономических возможностей Узбекистана. В свою очередь хочу отметить, что Саудовская Аравия заинтересована в развитии инвестиционного сотрудничества с Узбекистаном в сферах нефти и газа, сельского хозяйства, туризма и инфраструктуры. А в рамках нынешнего визита саудовской делегации были подписаны соглашения по реализации взаимовыгодных проектов в области химии, энергетики, сельского хозяйства, фармацевтики, IT и развития инфраструктуры на сумму 12 миллиардов долларов. Также достигнута договоренность о продвижении новых проектов и программ на общую сумму 11 миллиардов долларов в области транспортной инфраструктуры, коммунального хозяйства, геологии, ирригации, переработки бытовых отходов, высшего образования и трудовой миграции. Хочу также отметить, что на сегодняшний день стороны плодотворно сотрудничают с компанией Аквапауэр. В настоящее время компанией реализуются в Узбекистане проекты стоимостью 7,5 миллиардов долларов. Как раз таки в рамках этого крупного проекта сегодня состоялся запуск проектов подключения к сети энергоснабжения современной парогазовой электростанции мощностью 1,5 мегаватт Сардаринской области и начало строительства пилотного производства зеленого водорода в Ташкентской области, реализуемых совместно с ведущей саудовской компанией Аквапауэр. На нем участвовали лидер Узбекистана Шавкат Мерзиоев и министр инвестиций Саудовской Аравии Халид Альфалих. Этот проект тепловой электростанции объемом общей стоимостью 1,1 миллиардов долларов позволит покрыть потребности в электроэнергии свыше 3 миллионов домохозяйств, а также сотни промышленных предприятий. Кроме того, Мерзиоев и Халид Альфалих дали старт строительству уникального предприятия по производству зеленого водорода. В рамках данного пилотного проекта в Узбекистане будет производиться на первом этапе 3000 тонн водорода с последующей переработкой в минеральное удобрение, а также создана ветряная станция мощностью 52 мегаватт. Запуск этих двух проектов будет способствовать созданию к 2030 году 25 гигаватт мощности возобновляемой энергии, что позволит сэкономить 4,5 миллиарда кубометров газа и сократить объемы вредных выбросов в атмосферу до 3 миллионов тонн. Также в рамках визита саудовской делегации лидер Узбекистана Шавкат Мерзиоев наградил министра Халида Альфалиха орденом Дуслиг, то есть дружба, за большой вклад и всестороннюю поддержку развития многоплановых и взаимовыгодных отношений между Узбекистаном и Саудовской Аравией. У меня пока все, студия. Спасибо большое, Борчиной. Я напомню, что с нами на прямой связи была наша коллега из Узбекистана, Борчиной Мусалям Кызы. Продолжение следует...